У нас очень богатое начало августа, богатое праздниками, и каждый день мы отмечаем какую-то особую дату. И, конечно, сегодня, как уже сказано, действительно день строителя. Я, наверное, не очень случайно сюда попал, потому что все свои годы, которые я нахожу в церкви, уже и в Сане, в том числе, я с 85-го года занимаюсь как раз именно реставрацией и строительством, поэтому я не профессиональный строитель, как другие, но, тем не менее, близко связан с этим, наверное, владыки митрополит, когда меня дал благословение возглавить попечительский совет восстановления этого храма, наверное, имел это тоже в виду. И я, конечно, несу свое послушание, хотя и лавра не закончена в строительстве, ресторации, но, тем не менее, я считаю, что вообще воссоздание этого храма это как бы некий целый комплекс решается неких проблем. И, как ни странно, я, может быть, начну не с точки зрения церковной. Мне кажется, что никому не придет в голову в том, что я сейчас скажу, да не надо этого храма, этого никогда в жизни не будет. И могу сказать, что немножко с другой точки зрения, ведь эта вся сторона, так называемая, на песках, ведь эта вся сторона называлась Рождественская, именно вот эта архитектурная доминанта, которая была в этом районе, она ведь и составляла собой такой центр, вокруг Коватурова формировалась вот эта вся жилые постройки, вот эта вся Рождественская сторона. И вы знаете, наверное, что улицы Советские, они назывались Рождественскими по этому храму, и поэтому я считаю, что как раз именно восстановление этого храма, оно решает многие проблемы, в том числе, где и как архитектурный центр этого места. И, конечно, первую очередь, конечно, благодарность тем, кто в свое время выступил инициаторами, и туда был назначен покорей Андрей, настоятелем, настоятелем, который здесь у нас также присутствует. И он уже некоторое время занимается тем, что построить храм – это одно, а создать приход – это совсем другое, и, думаю, что не менее легкое дело, чем воссоздать храм как таковой. И поэтому отец Андрей уже некоторое время занимается этим вопросом. Я думаю, что, так сказать, вот некоторые, тут я слышал такое мнение у журналистов о том, что такой процесс не очень быстрый. Мне кажется, что это как раз показательный объект того, что это делается серьезно, что это делается с хорошей, действительно, проработкой, с научным обоснованием, и об этом скажет, наверное, и у нас начальник проекта. И поэтому, конечно, может быть, немножечко, так сказать, терпение проявить, но мы действительно приступаем к основной такой фазе, к началу активных работ, о чем будет сказано потом. Ну и я бы хотел сказать о том, что было очень бы хотелось, но мы не строим таких, знаете, когда-то была такая фраза, что пятилетку за три года, не всегда это хорошо получалось. Вот, поэтому мы не ставим таких задач. И, как говорится, с Божьей помощью, по его благословению, мы эти работы будем начинать. И, конечно, благодарность тем людям, которые отликнулись на призывы и людей, которые ждут этого, на призывы нашей митрополии, владыки митрополита и церковной общественности, на то, чтобы эти работы начались и были благополучно завершены. Было бы очень хорошо, конечно, но мы не ставим такую задачу. Но 220 лет в следующем году, со дня освящения собора, было бы хорошо, конечно, отметить окончанием хотя бы основных строительных работ. Ну и я думаю, что как раз вот то, что мы начинаем этот такой день, это еще раз говорит о том, что люди серьезные взялись и мы надеемся, что так и будет, как я и говорил. Спасибо. Спасибо, Владик.